Всем привет, добро пожаловать, это второй выпуск раз подкаста «Новый сезон». У нас сегодня в гостях Канагат Касымов, основатель и директор SMG Education Group, которая подготавливает подростков с 9 до 15, если в общем так взять. У SMG Education есть филиалы в трёх городах, это Ахтау, Атарау, Шумкент и головной офис в Астане. И Канагат в образовании уже давно, с 2012 года он занимается образованием, сначала он был репетитором, потом репетитором в образовательном центре, потом был заместителем руководителя образовательного центра, потом этот центр «Аджал», нет, этот центр у нас был свой, свой образовательный центр, SMG Education, что расшифровывается как «self-made generation», что в переводе на русский это поколение, которое создало само себя. Плюс по совместительству Канагат это мой давний-давний-давний друг. Мне везёт на друзей, все друзья чем-то занимаются, хорошим, богатым. Что-то на богатом они делают. Здравствуй, Канагат. Здравствуй, Александр. Как у тебя дела? Нормально, нормально. Насколько я знаю, ты сейчас улетаешь в Шумкент, после нашего подкаста, грубо говоря, ты улетаешь в Шумкент, открывать филиал, ну то есть продолжать, вернее, проводить такую подготовительную работу перед сезоном, образовательным сезоном в Шумкенте. До этого ты был в лесу, а до этого ты был где Ватарау или Вахтау. Да, и там. И там, и там. В целом, чем занимается Центр? Можешь вкратце рассказать, чтобы люди понимали, а потом уже перейдём к вопросу. Центр в целом занимается развитием интеллектуального потенциала у школьников, то есть его раскрытием сначала, а потом по дальнейшим развитием. Сюда же входит и функциональная грамотность, и основные школьные направления именно в контексте их грамотного использования в целом в жизни. И у ребёнка, и в дальнейшем, когда он станет взрослым. В целом, вы учите детей не просто знанием, а ещё как эти знания применять. Да, да, да. В целом, здесь вопрос не только про какие-то знания интеллектуальные, то есть у нас всё-таки философия разностороннего развития физического и личностного и интеллектуального. Поэтому вся работа, она вот именно выстраивается вот в формате такого трёхстороннего развития, работы с трёхсторонним развитием. Это трёхсторонний родитель, учитель? Нет, 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 мы говорим про умнее, сильнее, круче. То есть интеллектуально ты развиваешься, это как основа, да? Так получается, что в жизни, чтобы как-то сформироваться, состояться, развиваться и как бы её хорошо прожить, одного ума недостаточно. А иногда он даже мешает, если нет ничего, кроме ума. Да, 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 это горе от ума получается. Вот, поэтому здесь всё-таки работа вот строится так, что балансируя между персональным развитием, то есть софт-скиллс, именно есть ментальное здоровье. Есть такой момент. У вас в каждом центре есть психолог. Да, да, то есть психология, это и работа с уверенностью, с ответственностью, с дисциплиной, где-то прививание правильных привычек, вот, ну, что сейчас в целом в мире становится модным. Вот, и другое, это физическое развитие. То есть, как бы, задача не стоит сделать из всех спортсменов, там, чемпионов мира, а стоит задача, чтобы, ну, сейчас же, как сейчас время смартфонов и так далее, то есть, когда именно физически ребёнок развивается недостаточно в том объёме, в котором бы хотелось, в котором достаточно, чтобы он как бы сформировался как человек. Также это через и через интеллектуальные какие-то занятия и через ментальные, то есть мы прививаем некую привычку к тому, чтобы ребёнок также следил за своим физическим состоянием. Вы находитесь в трёх городах. Изначально, насколько я понимаю, ты начинал с подготовки в так называемые элитные школы. Элитарные. Элитарные школы нашей страны, это НИШ и КТЛ, который сейчас бил. Ты начинал с этого, но сейчас программа намного расширилась, да, и есть разные программы для четвёртого класса, потому что там, насколько, по шестого берут, да, в НИШ и КТЛ, и для четвёртого, для пятого класса, и для седьмого, восьмого, как для продолжающих. Вот. А почему изначально ты начал работать именно с детьми? Это было связано с тем, что это самый лёгкий вход, как бы, в образовательную, вообще в образовательный бизнес, да, то есть люди что делают? Готовят либо IELTS, да, подготовка, либо одиннадцатиклассников готовят КИНТ. Куда-то надо готовить, то есть должен быть какой-то результат. Невозможно. Поначалу невозможно сказать, вот мой образовательный центр, да, и который просто будем развивать вашего ребёнка, да, то есть родители скажут, нет, этого недостаточно, должен быть какой-то финальный результат. Этим было обусловлено тема, то, что ты пошёл готовить в НИШ и Билл. Обусловлено было по нескольким факторам. Один из них это то, что, да, есть некая мода на элитарность, именно образовательную, потому что, к сожалению, так получается, что родители, у них есть определённые чекпоинты в разрезе образовательного развития ребёнка, то есть это ЕНТ. Ну, так получается, что там, условно, ты начинаешь задумываться о том, что, ага, а тебе же надо учиться, а какие ты получил знания, и как вообще будет, это вот, ну, условно, вот под конец уже учёбы в целом школьной. То есть родители понимают, что их ребёнок не учился, когда он ЕНТ не может задать в одиннадцатом классе. Или там в девятом это госэкзамены есть там и так далее. Вот, ну, и это же как ментально, то есть студенты начинают что-то двигаться, что-то делать, когда тесью надо задавать. Да. А там, условно, в разрезе, там, сентября-октября, это как-то так. Ну, вот так вот ментально, к сожалению, выстраивается, поэтому вот этот рубеж именно класса шестого, когда можно... Ещё можно ухватить всё, что было упущено, грубо говоря. Да, 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 вот этот некий рубеж, да, он является некой контрольной точкой для родителя, когда вот, ага, вот здесь тоже есть какие-то возможности, давайте мы эти возможности используем, и как бы ребёнка попробуем подготовить к тому, чтобы он вот мог учиться в этих школах. Это раз. Два, это как раз-таки возможность. То есть эти школы, они бесплатные, поэтому они являются некой ступенью для ребёнка и для родителей, для того, чтобы ребёнок мог получить, ну, плюс-минус то качество образования, которое нам бы всем хотелось, да, которым мы все договорим. Это вот самое приближённое, наверное, к вот этому вот условному идеалу. А почему, вот сразу вопрос, вкратце, буквально в двух-трёх предложениях, сформулирую, почему Ниши Билл круче, чем обычные там госшколы, даже гимназии? В чём их уникальность? Почему? Ну, во-первых, это система отбора. Потому что если мы говорим про общеобразовательную школу, то это школы, которые принимают всех. Кто живёт в этом районе? Ну, условно. Здесь нет, здесь есть система отбора, это тесты, где по там условным результатам, по определённому проходному баллу ты имеешь право, имеешь возможность учиться в этой школе. Соответственно, контингент учащихся, он другой. То есть это плюс-минус дети с неким таким чемпионским менталитетом, с которыми можно работать и с которыми работать легче, потому что меньше времени и внимания уделяется на решение каких-то около образовательных проблем. То есть там где-то дисциплина, там где-то воспитание и так далее. Вот. Второе – это ресурсы. То есть это не оправдание к тому, что эти школы, они такие хорошие и крутые, потому что у них, к ним приходят дети, ну, одарённые, скажем так, да. Во-первых, это не везде так, о чём умалчивается, ну, в целом официально, да, умалчивается, но всё равно. Потому что есть, к сожалению, пути, различные пути, скажем так. Как попасть, да. Как туда попасть. Ну, как в любой ситуации в нашей стране. В целом, да. Это уже проблемы не детей, а скорее и не школы, возможно. Секрет поля Шанеля, да, никто об этом не говорит, но все знают. Здесь нельзя сказать, что это всё потому, что вот они такие хорошие, потому что у них дети умные, а эти школы, они являются, они относятся к фондам, к своим фондам. Соответственно, эти фонды спонсируются. Соответственно, все необходимые материальные составляющие базы. Если в эти школы зайти, видно, что здесь немножко всё по-другому. В плане финансового вложения. Да, это и, соответственно, преподавательский состав, которому ты можешь предложить, во-первых, более достойные, выгодные условия по оплате. Во-вторых, это всё равно, здесь есть же некая элитарность, потому что если ты развиваешься как учитель, как преподаватель, соответственно, да, конечно, тебе бы хотелось работать, ну вот, опять же... Получать достойные деньги, грубо говоря, и работать в хороших условиях. С точки зрения имиджа, опять же, когда ты скажешь, не в обиду, конечно, кому-нибудь, когда ты скажешь, что ты условно работаешь учителем в 798-й школе, либо ты скажешь, я работаю в Назарбаев, в интеллектуальной школе. Ну, опять же, это, возможно, что-то из ментальности, когда там среди родственников, знаешь, можно как-то... Если ты уж учитель, то работай в лучшей школе. Да, плюс, конечно, в ресурсы также входят выходы, например, то есть это и работа с какими-то зарубежными, возможно, организациями, образовательными программами, которые могут предоставить себе определенную также материальную базу, которую ты можешь применять в образовательном процессе. Соответственно, ну, там, это и какие-то IT-платформы, возможно, какие-то, то есть и так далее. Ну, и, соответственно, какие-то внутри, то есть усиленные направления, это, допустим, языки, английский язык, он по умолчанию идет. Вот, и он... Что там, что там? Требовательный, да, то есть там занятия проходят на английском, там, соответственно, знание английского языка, но потребование по умолчанию. То есть в школах, ну, в общеобразовательных, там, конечно, добиться того, чтобы была некая мода на изучение английского языка, но это пока что что-то из разряда чуда невозможно. Ну, слушай, вот краткая там моя история, я же тоже учился в КТЛ, ты учился в КТЛ, но в разных, ты был в Кокшетау, я был в Ахтубе. Нам всегда говорили о том, что вот касаемо образования, что ты сказал, что здесь у нас не лучшее образование, вот так нам говорили, и, возможно, не лучшее условие, потому что, когда я учился, это был 2005 год, я наверняка сейчас все, более все радужное, и так далее, так прочно, в 2005 году было много тоже проблем с общежитием, да, где мы жили, это, как это называется, разделенная школа, то есть, как правильно говорится, по полному признаку, то, что... — Гендерная. — Гендерная, да, то есть здесь только мальчики, и там проблемы как-то в общаге, жить там может быть еще что-то, еще что-то, нам всегда говорили, что КТЛ, мы не про образование, ну, мне так говорили, вот мои учителя, там в воспитании, мы про воспитание, мол, вы живете в общаге, и вот мы вам даем определенное, там, определенное воспитание, там, жить в коллективе, и так далее, и так прочее. Вот, и говорилось еще о том, что много частных школ, в которых есть хорошее образование, типа, вы можете пойти в частную школу, там есть нормальное образование, если вам нужно исключительно, как сказать, исключительно образование, если вы хотите еще что-то, помимо образования получать, то тогда мы вот, вот КТЛ, но НИШ наверняка, он же общая школа, да, и для девочек, и для мальчиков, и там, наверное, момент про воспитание, там и так далее, наверное, не стоит, потому что они все-таки и не живут там, это не интернат, правильно, просто приезжают, уезжают, но вот различия в них, в БИЛе, нынешнем, и НИШе, они в чем? Они в системах, в системах, подходе, да? Да, то, о чем, потому что то, что ты вот сказал изначально, как будто бы больше про НИШ, ну, там, элитарность, что я работаю в НИШе, там, преподавателем и так далее, нет? Нет, КТЛ тоже самое. Нет, конечно, у нас есть региональная особенность, скажем так. Но в КТЛ же не работают учителя не КТЛовские, вот тоже видишь, то есть, работая учителем в КТЛе, не может сказать учитель из просто университета, а то кончик там, педагогически, а в НИШе работают учителя, не НИШовцы. Нет, и в КТЛе работают учителя, не КТЛовцы, там, условно, преподаватели там русского языка. Ну, очень мало, их очень мало. Токульмира, или Бековна какая-нибудь, если так говорится. Да, да, да. Вот, ну да, то есть это... Зинаида Апай. Да, именно в контексте системы, системы школы там, философии школы, то да, это, конечно, значимый фактор. Но, ну и чтобы работать там, будучи выпускником по НИШе, это, НИШа-то открылся в 2009 году, то есть, соответственно, там, и вопрос времени также стоит, потому что, даже если ты окончил там его в 10-м, и университет у тебя, ну и... В 15-м, то есть, не так меньше, а КТЛ много, это вот количество, да, получилось. Вот, различия в системах, в системах, то есть, как и у университеты, то есть, есть различные университеты, то есть, есть Назарбаев университет со своей политикой, со своей философией, есть там, условно, СДУ. Ну, это мы опять... Среди мы пока сравниваем все же самые системы, только на другом уровне. Да, либо ТКМ, потому что, да, то есть, есть различные, различная политика, различная философия, как бы... Повестка, да, в этом нет ничего плохого. Вот, именно КТЛ, да, он там условно изначально выбрал свою политику и свою систему, и не сказать, что это было плохо и неправильно, потому что, раз он до все времени существует, что как бы... Система рабочая. И там и так далее, да. То есть, не сказать, что там где-то хорошо, где-то плохо, потому что, это мы там условно с тобой сейчас сидим в Астане, и вот там условно как-то пытаемся разобрать, но если в определенные там регионы поехать и спросить там, то, ну там ввиду каких-то, опять же, особенностей, там одна школа, они скажут, что да, мы считаем, что эта школа лучше, чем... Другая. Другая школа. Ну то есть, если в разрезе... Ну опять же, это видишь, как средний показатель по больнице. Да, да, да. Среди температуры. Температура. Ну вот, вот что-то такое. То есть, в разрезе... Они в целом наравне, если в целом посмотреть, да? Да, но тут опять, если мы говорим о том, что какую школу выбрать для ребенка, это подход другой уже. Здесь мы исходим от характеристик и качеств самого ребенка, потому что две системы, они разные. Как ты говоришь, там условно, если мы говорим про КТЛ, то это... Интернат. Да, это вот есть дифференциация такая вот гендерная, да, то есть, если ты поступаешь, и ты мальчик, то ты будешь учиться с мальчиками. Здесь же опять вопросы там к социальному развитию в целом, адаптации, да, в обществе, насколько это влияет сами характеристики, так скажем, ребенка, то есть, потому что... Ну не всегда разделение по гендеру играет в худшую, скажем, сторону. Ну то есть, иногда разделение... У этой системы есть как свои минусы, условно, да? Да, есть, черная сторона, белая сторона, да. Да, 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 да. То есть, свои минусы там, как про социальное ты сказал и так далее, так и свои плюсы. Ну, допустим, когда нету там девчонок, что еще делать пацанам? Они просто учатся и учатся и все. Ну то есть, они там целыми днями... И то же самое там, девчонки, то же самое, они живут отдельно и просто учатся, зубрят. Ну, в смысле, для какого-то интеллектуального развития, наверняка, гендерное там разделение имеет свою роль. Так же учились и раньше в лицее вот эти в девятнадцатом веке, да, где там Пушкин и там всякие, Шухан Валиханова и так далее. Тогда просто женщины нигде не учились. Но это другой вопрос. Вот на электронах, она же не впервые там у нас, она же идет уже испокон веков на самом-то деле. Да, да, да. Ну вот. Вот, значит, ниш бил. А что можно сделать, если исходить из твоих слов? Можно ли сделать так? Взять обычную там школу, какую-то гимназию, да? Поменять там преподавательский состав, предложить им какие-то инвестиции, да? И из нее должен был получиться там ниш или бил. Или все-таки этап отбора это прям вот самая, как сказать, базовая, самая важная история? Нет, ну, примеры такие, таковые есть. Типа Мурагер, да, такие школы, да, чуть частные. Управляющая компания, да, она брала... BI School, BINOM, да, вот эти. Ну, условно, да, что-то такое. Ну, то есть вот есть 54-я школа здесь. Да, в Астане. Да. Есть такая организация, как Astana Garden School. Сеть тоже частных школ. Вот. Они взяли государственную школу? Да, это было, по-моему, в году 2000, ну, сейчас не вспомню точно, может быть, 18-го, может быть, 17-го, я могу ошибаться. В менеджменте, то есть они отбор не делали, не было так, что ты тест там сдаешь, условно, нет, это школа, где можно это принимать, то есть условия приема в школу ребенка, не такие же, как в целом. Да, во всем школах. Но вот именно вопрос построения там менеджмента, команды, определенной системы, да, какой-то культуры, это было, да, и там, ну, достаточно результаты неплохие. здесь важно, опять же, видишь, аспект имиджевый, соответственно, если, ну, как в сравнении, наверное, со спортом, так можно, да, то есть когда, я вот люблю приводить примеры с футболом, соответственно, мы понимаем, что есть клубы элитные, куда стремятся, конечно, все футболисты, которые вообще на этой земле существуют, но в чем задача там средних клубов, в том, чтобы удержать своих наиболее поталантливых игроков, вот, но чтобы их удерживать, необходимо им давать какие-то условия, соответственно, вот, вопрос с учениками, он такой же, то есть ни одна школа не хочет, чтобы дети там уходили в другую, в более, да, в более, скажем так, имиджево привлекательную школу, вот, ну, соответственно, опять же, вопрос, что ты как школа можешь предложить этому ребенку, ну, его родителю, в частности, то есть здесь так же, если школа имиджево развивается, это и медийность, это и приглашенные какие-то преподаватели, спикеры, спикеры, да, то есть те ряд ивентов, скажем так, которые организовывают, эта школа, и ребенку действительно хочется там учиться, плюс он понимает, что, ну, где-то в компании там условно знакомых друзей, если он скажет, что я учусь в такой-то школе, то как минимум, ну, как минимум он не будет в ответ слышать каких-то насмешек, ну, как мы... Респект, максимально, грубо говоря, это будет респект, что вау, я тоже там хотел, там как-то-то круто и так далее. А почему, если есть вот такой пример 54-й школы, да, нельзя со всеми школами так, грубо говоря, поступить, если есть люди, которые понимают, как это делать, и явно Министерство образования нашей страны к этим людям не относится, судя по тому, что если приходит частная организация, берет государственную школу под управление, ставит какую-то систему, да, налаживает менеджмент, и это начинает работать, да, ну, в плюс, как минимум детям, да, что самое важное, да, образовательная система должна работать в плюс детям, а не кому-то еще. Вот. Она работает, и а есть Министерство образования, которое по факту, вот такая управляющая компания, да, для всех школ, которые есть в нашей стране, и они со своей задачей не справляются, или справляются, что вы думаете по этому поводу? Справляются частично. Нет, ну здесь вопрос, видишь, вопрос с несоответствием количества школ и количества, скажем так, команд, организаций, людей, которые бы могли настроить грамотный менеджмент в школу. Ну, слушай, давай вот сразу тогда пример. Когда в Германии в 2006 году решили перестраивать, пример из футбольной жизни, решили перестраивать футбольную систему, первое, что сделали немцы, они начали вкладываться в детских тренеров. И от этого уже пошел рост. В 2018 году они выиграли чемпионат мира и так далее. То есть, за 8 лет они смогли выстроить эту систему, подготовить хороших детских тренеров. То есть, опять же, это достойная зарплата, то есть, интерес к тому, чтобы тренировать детей, развитие, какие-то курсы, школы, не знаю, где, где хорошо развивается футбол, приглашение спикеров из Академии, там, Реал Мадрида, Барселоны и так далее, так прочее, которые обучают тренеров и в итоге они получили результат. Соответственно, чтобы такие команды формировались, нам нужно изначально заниматься подготовкой кадров, да, но, как показывает практика, мы сталкиваемся с тем, что на учителя кто идет обычно в университет, да, тот, кто на ЕНТ не набрал балл на инженера или на экономиста. Сейчас рвутся. Сейчас проходной балл повысили. Повысили. Ну вот, чтобы пойти на учителя, тебе нужно очень сильно попытаться, чтобы это сделать, потому что мода на профессию учителя, она за последние лет пять, она проходит, проводится очень такая объемная, качественная работа, чтобы усилить это. И закон там был о педагогах. Вот, и зарплаты им подняли, подняли, да, достойно, очень даже достойно. Ну, то есть, знаешь, министерство образования делает верные шаги. Нет, в этом плане, видишь, это работа, которую ты за год там не увидишь, это работа, там, дай бог, мы там к сороковому году, да, условно, 15 лет увидим, это будет очень замечательно. Это будет очень замечательно. Проблема, на самом деле, более глобальная, чем кажется, потому что, если мы говорим там про футбол и про Германию, а в Германии есть мода на футбол, в Германии есть команды в личности футбольные, на которых ты можешь поправняться и говорить, да, вот этот человек с моей деревни, и вот сейчас там, условно, он играет там-то, там-то, у него там в Инстаграме столько-то подписчиков, и у него контракты миллионные просто. Да. Вот, в Казахстане почему не развивается футбол, потому что нет моды на футбол, ну, то есть там очень много структурных проблем, точно так же, как и с образованием. Ну, то есть, если у нас медийные люди и популярные люди, это вайнеры, там, тиктокеры, не в обиду им сказано, да, или там бойцы, сейчас вот поп-ммэй, да, рух-файтинг, как дерутся, друг другу морды бьют, ата-хан или хан-ата, который там не стоит температуре Джеки Чан, если это такие люди становятся популярными среди молодежи, то вряд ли у кого-то, или там стендап-комики, но у меня образование хорошее, поэтому я тоже транслирую, я скорее на той стороне играю, вот, то, соответственно, люди, ну и дети, смотря это все, и они думают, вот я буду как хан-ата, разукрашу там себе тело полосками и буду придумывать фразы по типу я хай, блядь, ну то есть, вот, я на хайпе буду, я буду, типа, деньги зарабатывать, получается, таким образом, да, а ученых у нас, почему-то про наших, казахстанские ученые, это мем, да, грубо говоря, да, это как монгольские ученые, да, там, открыли дверь, бля, вот такая история, то же самое, как казахстанские ученые, я выступал на, как выступал, был на форуме образовательном, в Риксосе, да, вот, и там я говорил, что у меня есть мечта, как у Мартина Литтера Кинга, о том, что образование в Казахстане, оно станет модным, как условно футбол в той же Германии, там в Испании, в Англии, что будет, он будет такой вот медийным, и дети, которые, у них будут реальные примеры, и они будут равняться, и действительно, говорить о том, что вот я хочу быть условно учителем, потому что это, во-первых, престижно, это модно, и это интересно, понимаешь, потому что учитель сейчас, образ там условно учителя, это вот такой вот скудный, такой вот занудный, ну, в основном, ну, ладно, не будем про гендер говорить, ну, условно, человек, который что-то хочет, и вот этого не слышно, он либо постоянно орет, либо постоянно ноет, вот что-то такое, вот, знаешь, неинтересное, а если... Вас у меня много, я одна. А если условно это поднять именно престиж, используя различные там технологии, в том числе и медиа, да, почему там условно, вот ты говоришь про поп-ммэй, и люди там, то есть это же набирает популярность и среди молодежи, и среди детей, соответственно, они это смотрят, им это интересно, почему? То есть я не говорю, что там все учителя между собой как бы подрались, потому что если медийно, да, это все раскачать, вот как в советское время, ну, и сейчас, вот что, где, когда было, да, условно, то есть это же люди, вот там, хотели там... Умницы и умники, да, интересная интеллектуальная передача. То есть ты хотел попасть туда, потому что ты понимал, что, во-первых, это некий трамплин для развития, то есть если ты попадешь туда, тебе покажут по телевизору, ты там, да, условно, там хорошо себя покажешь, вот, и здесь, как вот работает со спортом, да, с тем же, условно, футболом, если ты там ученик, вот, типа, взять условно олимпиаду, да, и ее медийно прокачать, либо проводить, вот у меня есть идея там, это провести... Олимпиаду в смысле математическую, олимпиаду, ну, по любому предмету, по любому предмету, вот, там, условно, проводить какие-то интеллектуальные турниры, командные, скорее всего, и медийно это... Освещать. Освещать. То есть сделать из этого, вот, как условно, вот футбол показывают, так же показывать, чтобы аудитория там, условно, таких же школьников, они смотрели, они понимали, что вау, я вот тоже условно хочу быть, как вот Антон, по Женебеку, который, там, он себя хорошо показывает, там, и так далее, а что делают при этом организации, они дают условия, ну, то есть там, условно, если бы тот же ниш давал там этому по Женебеку грант, если Женебек там, там, выигрывает, ну, условно, работа в футбол, все, университеты, так же, если мы говорим про звено старшее, да, то есть, или бы какие-то школы другие, в том числе и частные школы, ну, это опять же, такая работа большая, вот, но это освещать, и тогда дети, они понимают, что вау, во-первых, это интересно, потому что там не скучно, а Женебек, он такой, понимаешь, вот, как эксклюзивный, может быть, да, там где-то подкалывать, где-то у них там есть социальные сети, они там тоже друг друга как-то подкалывают, то есть, вся вот эта вот медийная работа, она идет, и это интересно, это увлекательно с точки зрения, что есть какой-то вот спортивная составляющая, они там соревнуются между собой, там и так далее, есть горечь победы и там, слезы поражения, ой, наоборот, горечь от поражения и радость от победы, да, то есть, это все вот эмоционально показывается, горечь победы, да, есть спонсоры, прикинь, это все освещается, и потом идет среди школ, там, условно за этого, Женебек идет борьба. Ну, то, что ты делал в Ахтау, 100 лучших пятиклассников. что мы пытались сделать там условно локально, но, опять же, на локальном уровне, там, да, мы это вот попробовали, понимаем, что интереса со стороны, там, государства нет, органов, которые, наоборот, от которых должен быть этот самый интерес, чтобы, вот, как ты говоришь, в Германии футбол изменили, вот, чтобы вот так вот как-то глобально масштабно все это менять. Ну, это, опять же, да, это вопрос менеджмента, потому что у нас и в кадрах, ну, и в том числе и в государственных, да, у нас, опять же, соотношение количества грамотных специалистов. Очень низкое. Да, да, по отношению к запросам, то есть, к количеству школ, количеству участников, учителей, там, и так далее, это несоответствие очень большое, соответственно, да, поэтому так, ну, очень сложно все получается. Ну, ты вот говорил по поводу кумиров, и я просто вспомнил, как в КТЛ у нас как раз вот это была большая, сильная пропаганда, в хорошем смысле, именно, были именитые олимпиадчики, вот, олимпиадники, ну, и по-разному где-то называют, у нас говорили олимпиадчик, вот, которые у нас в 2003 году, Актюбинский казахстан, турецкий лиц, стал четвертой школой в мире, потому что была олимпиада Аймо, это International Mathematics Olympiad в Америке, и команда Казахстана заняла первое общекомандное место, и пять учеников, то есть там было шесть человек, типа там четыре ученика взяли золотые медали, и два взяли серебряные, и эти четыре человека, которые были в казахстанской сборной, были, учились в нашем казахсо-турецком лицее, и то есть, и их фотографии везде висят, и их там, они с медалями, ходят истории про то, что, а вот он там был такой Бауржан Бактимиров, я до сих пор его помню, понимаешь, типа, вот Бауржан Бактимиров, его взяли сразу в Гарвард на грант, после того, как он закончил КТЛ, то есть на полный грант, на полную стипендию, то есть не Бала Шак, а вот именно сам Гарвард, потому что Олимпиада проходила в Америке, а американцы очень ценят, если ты выиграл на их территории что-то, то для них это показатель, что это, ну типа супер честно все проходило, и ты типа показал, потом он закончил Гарвард, потом он учился в MIT, то есть там на магистратуре и так далее, вот, и вот такие кумиры, они формируют на самом деле, то есть в какой-то момент ты такой, блин, ну я тоже так хочу, вот он же смог, он вот здесь спал на этой же кровати, да, грубо говоря, вот здесь ходил, ел в этой же столовой, и почему-то он поступил там в Гарвард, почему, что мешает мне, то есть какой-то вот культ поднимался вот таких людей, и ну ты правильно говоришь по поводу того, что если это медийно подкручивать, да, подсвечивать, показывать и т.д. и т.п., но вот ходит же такая история о том, что я не знаю, верить в это или не верить, но есть такая история, что в китайском тиктоке, ты наверное слышал, что в китайском тиктоке детям показывают, как мастерить, там законы физики, что-то там объясняют, это выходит в рекомендациях, ты регистрируешься, если ты там ребенок, доктор, вот тебе выходят такие рекомендации, чтобы как раз интерес молодежи воспитывать в определенном направлении, вот у тебя есть инструмент, да, который называется огромная, там самая популярная в мире социальная сеть, да, на данный момент тикток, и ты можешь через нее определенную информацию транслировать, с одной стороны, как будто бы это что-то такое, ну знаешь, типа в рамках управления разумом, типа такого, с другой стороны, это все равно так и происходит на самом деле, либо нам показывают дурость какую-то, да, и дети, исходя из того, что они видят, начинают этому подражать, да, либо нам показывают что-то интересное, какие-то эксперименты и так далее, так прочее, и дети начинают этому подражать, то есть ты имеешь в виду про вот даже такие, да, какие-то инструменты, насаждать, возможно, даже чуть-чуть искусственно на первых порах, а возможно сильно искусственно, вот эту моду на знание, на образование, не то да. Да, я думаю, что у нас, это один из наших, опять же, ступеней для того, чтобы мы как страна развивались, потому что, условно, если мы говорим там про футбол, у нас есть бразильцы, немцы, у которых это в моде, у них там дети играют с 5-4 лет, понимаешь, и так далее, аргентинский, вот, то есть у нас, мы такая же, вроде как, народ, такой, более, интеллектуально, скажем так, подкованный, поэтому это мы можем использовать как один из основных инструментов для того, чтобы продвигаться как народ, как государство, вот, и в целом, быть одними из первых таких людей, как бы, стран, которые ведут моду на образование, которые будут действительно все это правильно, грамотно проводить, вот, и в итоге там у нас и дети начнут это все видеть, этим увлекаться, вот, и действительно развиваться интеллектуально для того, чтобы понимать, что да, это действительно круто, и если я буду таким, то есть здесь же опять, видишь, у нас ведь есть понятие ботаник, это что-то задрот, да, что-то такое негативное, вот, должны быть люди, которые будут условно менять эти стереотипы, да, которые будут при этом интеллектуально подкованы, но при этом и вот о чем мы говорили в начале, чтобы равностороннее развитие. Но у меня ты интеллектуально подкованно, ты физически хорошо разви, да, и при этом у тебя там нет проблемы с социалкой, там, с какими-то скилами, то есть вообще без проблем, ты, ну, практически там супер такой, это классный, чел. У меня просто ощущение, знаешь, что у нас государство всегда работает немножко с опозданием, потому что, допустим, да, история про казахстанскую музыку, возьмем мы казахстанскую музыку, то есть ребята, раньше казахстанскую музыку никто не слушал, но объективно, если ты в России ничего не добился, то ты пошел нахер, да, короче, и были такие артисты, как вот из последней волны, кто там что-то добивался в России, это там Скриптонит, Джакалиб, да, которых там слушают по СНГ, повсеместные и так далее, а потом начали появляться крутые казахстанские исполнители, да, которых начали слушать, то есть они как бы не сверху спустили их нам, да, а снизу они начали выходить, при этом старая школа, условно, там как Роза Рымбаева дающие интервью, что ему просто повезло, там, иманбеку и так далее и так прочее, как будто немножко даже их поначалу там отрицали, но появлялись такие там певцы, как, не знаю, Дархан Джуз, да, сейчас Мираж Жугунусов, да, которые поют именно на казахском языке и транслируют и казахский язык и музыку нашу в целом, да, или там Ирина Хайратовна, которые и на русском, и на казахском, да, делают свои там треки, и теперь государство говорит, ой, круто, давайте мы будем проводить OU Fest, мы будем проводить там вот такой Fest, вот такой Fest, то есть там Sponsored by, я там смотрел, там FISA, там Sponsored by, Empowered by, там, ну, то есть, что-то там, Мастеркад, Халыкбанк, то есть они все начали подключаться, все равно, даже там, Халыкбанк спонсирующий, это госистория, правильно, ну, то есть, и мне всегда вот было, и то же самое, вот я, как находясь в стендап-индустрии, я то же самое это замечаю, то есть мы занимаемся стендапом с 14-го, там, 13-го года, и все эти годы нам говорили о том, что когда вы уедете на ТНТ, когда ТНТ, когда ТНТ, когда ТНТ, а мы, как бараны, повторяли, что нет, мы хотим это делать здесь, мы патриоты, мы хотим это развивать здесь, мы хотим, чтобы все здесь это работало, это будет нужно, нам говорили, нет, это никому не нужно, это здесь никому не нужно, это здесь никому не нужно, и последние, там, два года, это стало нужно, и вдруг приходят, когда появляются артисты, которые появляются, ну, там, становятся на хайпе, и там набирают какую-то свою аудиторию, там, как Слава Никифоров, там, я, условно, да, то есть сразу появляются всякие журналы, которые, давайте возьмем у вас интервью, интервью-то там форбс верни каким на обложке форбс казахстанского появляется там заявил от еще еще кто-то там эскуаер все начинают звать на подкаст еще что-то делать что дел и мне всегда вот и там начинают поддерживать какие-то фестивали тоже ну то есть со своей стороны я всегда думаю про то что почему нельзя это делать то есть вы видите что что-то начинает какие-то зачатки начинают появляться что кто-то что-то начинает делать почему со стороны условного там государства или больших компаний не начать тут же как бы взращивать да то есть появляется какой-то там вот есть кот химик до который в тик токи делает смешные уроки тогда почему ему сразу не навалить ему контрактов спонсорских еще чего-то еще чего-то еще чего-то чтобы он мог спокойно жить и развивать вот там условно медийно раскачивать науку да или там еще подтянуть каких-то там тик токеров которые будто медийно раскачивать науку вот мне всегда вот этот вопрос что государство как будто немножко с торможением на все реагирует и когда уже как будто все сформировано когда там сформирован рынок казахстанской музыки он уже сформирован до который слушают здесь которая даже иногда в рамки в рамках страны только популярные не выходит туда там в россии тогда но мы здесь слушаем и кайфуем они начинают типа вот мы теперь тоже хотим быть к этому причастны я думаю что сейчас такая же история с образованием что появляются медийные люди которые допустим ты у тебя есть инстаграм на 10 тысяч человек да то есть там в основном подписаны родители но никто же не приходил тебе с каким-то спонсорскими предложениями и так далее давайте там выступить у нас хотят и в инстаграме транслируешь достаточно как сказать логичные полезные вещи да но вот они ждут когда тебя будет там 100000 типа государство работает по схеме сделай все чтобы тебя не смогли игнорировать но то есть вот сам развивайся толчись вопреки то есть вопреки продвинься и потом мы на тебя обратим внимание вопреки всему вообще что происходит вместо того чтобы как бы эти зачатки поливать помогать и так далее что ты думаешь по этому поводу смотри здесь есть большой такой опять же глобально масштабный ментальный потому что почему там где-то разрыв да почему условно роза рамбаева не сейчас и ну в общем эти в тот момент которые да там они скажем так деды-старики да вот индустрии ветераны они не признают там новоиспеченных артистов потому что то критерии для того чтобы тебя признали они раньше были так если ты на там по золотом огоньке выступил условно выступил на голубом огоньке выступил или ты выступил там где-то вот на первом канале на первом канале да условно на хабаре там вечер президента там и так далее то ты молодец либо у тебя есть трудовая книжка артист да да понимаешь ты молодец ты в филармонии работаешь а сейчас инструменты другие то есть если в музыке да то это там спотифая полмьюзик там рейтинги какие-то там и так далее которые для это для ветеранов условно для вот тех кто вот эту вот индустрию скажем так они вот короли этой индустрии это для них не показатель то есть а вот где-то там медаль ты выступил да это вот показать также вот в различных таких вот сферах то есть и в творческих где-то в спортивных образование здесь что-то также понимаешь если условно в управлении там управление образование то есть те подметила и ты от был учителем там в течение н-го количества лет да да и вот все ты молодец ты молодец потому что ты вот ты ты гарант вот качество получаешься потому что у тебя опыт 20-летний несмотря на это понимаешь а я называю сильнее раз приходят да там условно молодые какие-то их не признают даже если они приходят с новаторскими какими-то идеями там говорят вот я там изучил я проанализировал я там две недели там не спал я исследовал там различные методики таких-то таких-то стран давайте это внедрим и и закрой мы тут вот так работаем мы так продолжим работать нам нужно час отчеты подбить сейчас в гору на пуду нормально чай попьем подобьем вот это вот не надо вот это вот кипишить как говорят про таковно знаешь когда вот тут на вентилятор да 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 и вы не 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 надо вот это кипиши час все пусть так и будет естественно все вот так вот все и просекла и рушится да соответственно потому что эта сфера такая знаешь когда там условно ты говоришь с профессором там с заслуженным деятелем образования и соответственно в авторитете он в авторитете у всех понимаешь и у государства и у скажем так преподавательского сообщества да там и и и у учеников соответственно потому что идет по пропаганда о том что там вот такой 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 а если ты грубо говоря но у меня молодой и зеленый то ну грубо говоря чему ты нас научишь если мы уже все знаем да понимаешь из-за этого какие-то скажем так модернизированные методики они не проходят и вот это вот у нас там каждую пятилетку пытаются сделать какую-то реформу образовательную она не получается потому что это она должна проходить через людей через вот эту всю схему понимаешь потому что есть менеджмент локальный то есть условно вот школа да есть мы менеджмент там городской в районный областной и и и и республиканский чтобы это там реформа какая-то прошла через всю эту схему она там понимаешь частички вот она приходит стопроцентно там да и 10 процентов дошло остается остается естественно в школе как с коррупцией да в школе выдели 100 миллиардов до дороги дошло миллион им там приходит процентов 10 5-7 они говорят ничего не понятно вот как сейчас проблема в школах в том что во многих школах большинство учителей хейтят современную методику образования при этом ты слушаешь там доклад министра условно да или там экспертов они говорят это это правильно это это классно потому что если эта методика сработает если вся вот эта вот система которую мы вот пытаемся сделать она сработает у нас будут дети функционально грамотные да у нас будет то 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 и эти дети смогут конкурировать в реалиях мира там через 15-20 лет как когда они будут взрослыми там да будут работать вот и соответственно почему в школах это на местах это не осуществляется это не получается это очень тяжелый стрессовый процесс стрессовый для всех стрессовый для учителя потому что ему вот приходит он даже не понимает в чем суть да понимаешь вот эти вот сто процентов он не понимает зачем это нужно вот оттуда ему нужно это все объяснить детям и хотя он сам не знает да понимаешь а хотя он и дети там условно они там и родителям важнее да они из там сорока слов понимают только десять и родителям которые говорят что за ерунда соответственно конечно будет такой фидбэк касательно верите нам старую систему там все понятно мы там все все понимаем когда мы так и вот это вот да это вот проблема больше такая глобальная но мы опять возвращаемся к тому что не хватает кадров продолжая тему давай сформулирует тогда топ 35 проблем казахстанского школьного образования понятно что еще выше да у нас и топ преимуществ возможно мы ты знаешь банат относительно над зарубежными да ну то есть ты знаешь много образовательных систем и финскую и ты изучал их насколько я знаю там и опыт европы и опыт восток азиатский да 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 это япония там и так далее есть какой-то там топ-3 что нам нужно подтянуть по твоему мнению да то есть наверное ты скажешь пять то кадры то есть там и топ-3 что мы уже молодцы что это делаем ну то есть как то так первое так поехали менеджмент вообще это в минусах да у нас да да потому что все-таки есть вот понятие бизнес администрирование да вот так как в целом образование то есть любая школа это некая организация структурная организация соответственно администрирование там необходимо у нас к сожалению мало компетенции и подкованности в плане управления если там взять школу как компанию условно то есть команда это вот преподавательский да 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 все это есть клиенты это родители и дети родители и дети да которые у которых тоже есть определенные ожидания там потребности и так далее и ты как компания закрываешь собственно эти потребности соответственно отсюда вот и вытекает и какие-то коммуникативные составляющие да как правильно это все организовать чтобы не было там вот этих вот которые мы видим скандалы там когда бьют друг друга орут друг на друга и так далее с угрозами убить вот то есть в целом чтобы вот эта вот культура сформировалась и тогда да и тогда будет и респект школе и респект со стороны да да и респект со стороны общества до родителей там и тогда вот менеджмент второе это материальная база потому что большая проблема что не в качестве даже там условно учебников на дефицит казахоязычного контента вот потому что есть проблема того что дети там будучи выходцами из казахоязычной семьи из среды в целом да они говорят на русском потому что контент который им интересен он на русском там на казахском у них что-то изучают это все ну в действительности скучно Соответственно, конечно, преимущество ребенок отдает русскоязычному контенту, который ему интересен. И таким образом он условно говорит на русском. Здесь это не в контексте того, что мы теряем свой аналитический код и так далее. Здесь проблема в том, что ребенок, когда он же учится на казахском, все равно при этом он же учится на казахском. Соответственно, он, когда изучает какую-то информацию, он ее просто не понимает. Тот же самый текст, контент ему подавай на русском, он все понимает. То есть мы позанимаемся с детьми из казахоязычных школ и с русскоязычными. Мы практикуем такое, когда у них проходят какие-то экзамены. Мы детям с казахским языком обучения, мы им подаем материал, то есть там условно задание на казахском и с переводом в нарусский. Потому что дети, это запрос такой, потому что они читают на русском, понимают суть и выполняют задания уже по системе на казахском. Материальная база в смысле контента, да, ты имел? В смысле, да, это и учебники, и видео сейчас, и аудио. Менеджмент, материальная база и третье. По-третье, это, наверное, некое создание преподавательского университета. Он дал задание Касымжу Мархимедовичу Токаев открыть в этом году или в следующем году университет. Да, потому что, потому что, почему, да, потому что понятно, что учитель это такое, это больше призвание, да, то есть это такой творческий подход, это если лежит по душа, то все будет хорошо, если как бы не лежит душа, то все будет плохо. Но, тем не менее, это работа. Соответственно, работа, опять же, как и менеджмент, да, это включает определенные компетенции, он включает определенные навыки, инструменты, которые ты используешь. К сожалению, там, сейчас учителя, они берут вот эти вот методики и так далее, они берут их откуда-то извне. То есть те же самые, там, YouTube, какие-то вот. Кадры, да, у нас получается три. Да, это непосредственно вот именно, когда ты обучаешь по навыкам преподавания, понимаешь, не то, что в университетах, там, вот это, знаешь, там, преподают вот эту вот философию, может, все вот это вот какие-то теории, которые, да, они интересны, они важны в целом, чтобы там знать, откуда там все это берется. Вся теория вот эта вот, она в полной мере на практике не используется, потому что это система, да, это система, это вот некие технологии, которые использовались, да, там, в советское время с другими детьми абсолютно. Для текущих детей это не то, что, да, неэффективно, это вот в большей степени не современно и просто неинтересно. Какие-то современные подходы, прям, чтобы, в общем, готовить выпускников, там, не обязательно учиться четыре года, двух лет вполне достаточно, то есть, да, ты проходишь практику в каких-то школах, да, где ты можешь все это применять, там, и так далее, и тогда, да, и тогда, условно, через, там, два года у тебя выходит специалист такой, знаешь, он и новатор. Да, 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 он сам всесторонне развитый, то есть, у него есть и, как бы, по новаторству, то есть, он может что-то изобретать, у него есть и навыки коммуникации, то есть, он с детьми, с разными детьми может найти общий язык, это ему эмоциональный интеллект, понимаешь, он знает инструменты, в том числе и технологические. У нас, вот, переход по дистанционке в Zoom, это же была головная боль для всех. Да. Какие-то применения IT-технологий, здесь речь не идет лишь о молодом поколении, то есть, это можно всех, там, по будучи учителей, да, обучить, было бы желание. Получается, топ-3, это у нас менеджмент, это контент, нехватка контента именно казахоязычного и кадры. Топ-3, либо, может, одна вещь, которая сильно нас выделяет на фоне всех остальных. Сама система, это критерии, которые ставятся для наших детей, для школьников, они достаточно высокие. Неотъемлемая такая особенность еще советского образования. Постсоветских времен, да. Потому что было много случаев, когда там действительно среднестатистический школьник, он показывал более такие обширные знания, то есть, это более высокие показатели, чем там кто-то из других, скажем так, да, из других стран. То есть, у нас требования хорошие, и их надо держать на уровне, но проблема в реализации, да, этих требований. Да, проблема в реализации. Второе, может быть, сюда подключить, это то, что у нас общественность действительно думает о проблеме образования. Поэтому отдают детей в образовательные центры. Да, то есть, вот эта вот вся вот система, да, то есть, львиная подоле об этом вообще не заворачивается, конечно, но вот сейчас там, условно, за последние лет 10, наверное, все-таки, может, это связано с тем, что поколение родителей уже другое. И образование в целом, может, упало. Да, упало. Но вот этот именно запрос на то, чтобы дети получали образование, получали качество. Причем запрос получается неосознанный, не то, что, как мы только до этого говорили здесь, что, типа, нету популярных людей, ученых, там, так далее, просто от родителей идет. Да, от родителей, потому что, да, там число неравнодушных, оно увеличивается, к счастью. И третье, может быть, есть какое-то. Третье, ну, это то, что, наверное, мы некая примесь Востока и Запада, то есть, ну, по хотя бы географическому положению. То есть, вот мы можем миксовать, да, мы можем миксовать, потому что, если там, условно, ну, ты, будучи, допустим, восточной страной, да, скажем, там, интеллектом, да, тебе очень сложно применять что-то оттуда, потому что слишком дифференцированно получается, понимаешь. А здесь мы как-то и не там, и не там, но вроде и там, и там, вот, поэтому здесь как-то вот… То есть, можно это сделать, как будто мы не там, и не там, и ничего не брать, а можно придумать, что мы там, и там, и брать лучшее. Мы сможем вот как-то все взять все лучшее, под себя, под свой менталитет все это подстроить, и вывести действительно, возможно, там, самую эффективную систему обучения вообще в мире. Ты как… Такой еще вопрос, он один из финальных. Ты там руководитель образовательного центра. Дети, вот, то есть, родители платят за детей постоянно, да, и наверняка ты в курсе, что дети ходят не только… Сколько к вам, да, условно, там ходят еще на спорт, еще куда-то, еще куда-то. Сколько сейчас, вот, в Казахстане, понятно, что, наверное, это от города все будет меняться, да, но, допустим, если мы говорим про Астану, либо про Запад, там, примерно, цены, я думаю, схожи, да, плюс-минус похожи. Сколько нужно вложить в ребенка, ну, вкладывать в месяц, именно финансовой стороны, то есть, родителям к чему вообще готовиться. У меня просто дочь растет, я, чисто это мой личный вопрос, сколько денег. Нет, ну, здесь, опять же, видишь, все в зависимости от… Хотелок родителей. …бологосостояния, да, там, условно, семи, вот, но чтобы… Ну, средние курсы сколько сейчас стоят? Тысяч 40? Тысяч? В месяц. 50. 50 в месяц, вот. Сейчас, например. Если хочешь на 4 курса отдать, да, умножай на 4, 200 тысяч. На 4 курса ты имеешь в виду, там, спорт, где-то творчество, там, и так далее, да, где-то 200 тысяч, ну, 200 тысяч. Но при этом, видишь, это как, это же, это не полный закрывающий пакет, потому что есть там, условно, констовары, понимаешь, ты отдашь ребенка, там, по теннис, это… Это дорогой вид спорта, хоккей, да, и так далее, понимаешь, ну, то есть, вот эти вот все составляющие, плюс… Круг файтинг можно отдать, там можно… Там ничего не нужно, кулаки нужны. Да, по трусах от них, видишь, выходи, все. Вот, ну, я думаю, да, то есть, от, скажем так, от 120 тысяч, то есть, как минимум, 120 тысяч в месяц, ну, вынужденно придется… Ну, в общем, если вы, родитель, смотрите сейчас этот подкаст и не тратите 120 тысяч в месяц на своего ребенка, скорее всего, ваш ребенок каждый день тупеет. Нет, это неправильно, говорит. Это шучу. Возможно, вы ему уделяете очень много времени. Нет, на самом деле, на самом деле, это все можно очень сильно сэкономить. Нет, я к тому, что много же учителей, как, ой, учителей, родителей, как делают. Вот ты же ходишь в школу, вот там тебе, блядь, должны всему и научить. А я вот на работу, и все, я на работе, ты вот в школе, и все, давай, мозги не парь, понимаешь? Нет, есть очень… То есть, даже какие-то базовые, там, дополнительные курсы, занятия, ничего не платят. Нет, есть очень хороший лайфхак, очень хороший лайфхак. Давай, расскажи. Если у вас несколько детей, то, соответственно, ты старшего там обучаешь чему-то. Ну, условно, допустим, он там, он хорош… Гитарист. Он хорош в гитаре, например, да, и все, и ты там можешь… Он уже научит младшему, да? Да, да, да. Вообще, вообще… В целом, забейте на младших детей. Вообще, вообще, да. Пусть старше с ними разбирается. Не обязательно, видишь, потратить ресурсы финансовые. То есть, да, если тебе проблемы-то как бы не доставляются, соответственно, конечно, проблем нет. Но есть еще ресурсы человеческие, родственные, скажем так. То есть, есть там племянник какой-нибудь, да, который там учится в классах постарше. Он в целом замечательный ребенок и может позаниматься со своим. Журтанбала, да. Со своим, да, условно. Ну, то есть, какие-то вот такие вот моменты. Но вообще, лучше, конечно, если вы как родитель… Вкладываете в детенок. Если вы не самый тупый человек на земле, это уже очень большой плюс для того, чтобы где-то в дальнейшем, ну, или вообще сейчас экономить на таких вот затратах. То есть, можно вообще не тратить денег, если честно. Можно вообще не тратить денег. Ага. Вот. Вообще ни на что. Да, но для этого… Вам не есть можно, но вы проживете 4 дня. Нет, нет. Но для этого надо развиваться. Это для людей сложнее, вижу, чем… Развиваться? Ну, чтобы развиваться, тоже нужно тратить деньги на себя тогда, если не на ребенка. Нет, ну нет, почему? Я же минимум какой-то, ну, минимальные затраты можно на развитие. Сколько у тебя стоит курс в SMG? Средний чек 54 тысячи. 54 тысячи? Да. У Коноката занимается тысячей детей. Значит, он закрывает в месяц 54 миллиона. Вы не смотрите, что он в мерчей пришел в своем. Это Баленсиага. Нет, это не так же вообще. Нет, я понимаю. Денег нет. Денег нет абсолютно. Это ты как министр образования уже говоришь. Да. Мы тебя практически поставили. Подытожим. Я хотел немножко рекламирует в Instagram аккаунт. Что ты там планируешь делать? И для чего тебе этот Instagram, в котором ты делишься там лайфхаками, образованием, своим мнением и так далее? Ну, он в большей степени для родителей, наверное. Потому что так получается, что чтобы развивать детей, нужно развивать их родителей. Потому что сейчас вопрос развития и в целом образования, он становится по-трехсторонним. Вот как ты говоришь, что родители думают, что я в школу отдал, пусть это школа. Ну вот, Чербакова подкаст. Да. Чербаков подкаст. Не подкаст, а стендап. Стендап про домашнее задание. То, что вот. Это в реальном мире практически невозможно, чтобы просто вот ребенок сам по себе, как бы сам по себе, потому что много факторов, понимаешь, извне. Даже вот элементарно там социальные сети, то, что много инструментов всяких применяется, где при этом все равно родитель должен выступать в качестве вот саппортера такого, модератора. И ты через свой аккаунт хочешь уже именно до родителей доносить. Да, в целом говорить, ну как бы разделять контент на разную аудиторию, то есть на родителей, на детей, потому что подписаны все-таки эти ребята. Также какие-то полезные какой-то контент. И для работников сферы образования. Вот, чтобы, ну вот именно вот эти вот. Короче, если люди вокруг тебя развиваются, развиваешься ты, да? Грубо говоря. Это не отъехать. Ты через Инстаграм пытаешься развивать людей, которые там вокруг тебя находятся. Если они развиваются, значит... Да, если хотя бы какая-то часть, то есть на какую-то часть там условно на одного родителя я повлияю, который повлияет на своего ребенка, правильно, и этот ребенок в будущем вырастет достойным гражданином нашей республики, то я готов умирать, да. Ты уже не зря идешь здесь. Уже не зря. В общем, подписывайтесь на Канагата Косымова. Вот, ссылочки будут в описании. Спасибо большое, что послушали. Спасибо. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвали. Увидимся через неделю. Траст-подкаст Александр Меркуль, Канагат Косымов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, теребите, и все у вас будет хорошо. Спасибо. Всем пока. Всем пока.